Турецкий фонтан должен пристать перед николаевцами в первозданном виде. Никаких красок и современных технологий. Именно такой проект реконструкции более месяца воплощали в жизнь строители. Восстанавливали творения архитектора Карла Акройда таким, как его построили в середине 19 века по архивным фотографиям до революционного времени. По словам инициатора и мецената Гургена Григоряна, историю родного города нужно возрождать. На месяца два назад, когда я услышал, что собирают краску, чтобы покрасить фонтан, ну, как бы мне стало что-то обидно, что его надо сделать первозданном виде, а не выкрасить. Мы показали пример, как надо в дальнейшем восстановить наш яхтуб. Вот эти балясины, все оно должно быть так, как было раньше, а не придумывать что-то новое. По словам историков, немало элементов фонтана было скрыто от глаз горожан под землей. Не все уцелело к нашему времени. На момент восстановления в нем уже не шла вода, в общем-то было очень плачевное состояние, потому что годы советской власти, к сожалению, не дались просто. Очень много было штукатурки, очень много было просто неверных деталей, часть деталей была просто утрачена. Фундаменты, чаши были скрыты. Морда льва, которая закрывала аутентичную рыбью морду, из которой бежала вода. Торжественную церемонию открытия турецкого фонтана для николаевцев представили в виде театрального действа. По словам мэра Александра Сенкевича, реставрация фонтана стала первой ласточкой возрождения всей территории яхт-клуба. Яхт-клуб начинает оживать. В следующем году нашему яхт-клубу будет 130 лет. Уверен, что сегодня здесь присутствуют люди и народные депутаты, и другие уважаемые люди, которые приложат максимум насилия для того, чтобы мы нашли финансирование, для того, чтобы возобновить былую славу Николаевского и их клуба. Я уверен, что вот спасский источник – это та капля, которая рассечется по нашему их клубу, и возродит его былую славу и красоту города Николаевского. Потому что он сделан с любовью. Немаловажно то, что в фонтане теперь появилась родниковая вода – спасский источник, с которым связывают много легенд, и который бил на этом же месте еще до основания Николаева, снова вернулся в город. Во время реконструкции нами был найден спасский источник на территории нашего городского стадиона, где он, в общем-то, был закатом под асфальт, пущен в ливневую канализацию. Чтобы вы понимали, от этого места где-то около 300 метров до спасского источника. Были уложены пластиковые трубы. Я думаю, что для города это просто знак свыше, что у города есть перспективы, есть шансы к восстановлению всего, как это произошло со спасским источником. Я благодарен, конечно, студентам аграрного университета, которые участвовали, этим меценатам. И вот это предприятие, Техстрой-99, Григорьевич Григорян, где директор, провести за эти два с лишним месяца такую восстановительную работу, найти этот источник, проложить 300 метров в этих катакомбах, в этих подземельях эту воду, и самое главное, по миллиметру, по сантиметру восстановить этот фонтан. Луиза Еремин, Олег Усаинов, MSN Digest.